МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Точнее, героиня ждала нас в поселке Горняк в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте знакомиться. Меня зовут Юлия. Я ведущая и автор программы «Синяя птица» телеканала НСИТ-ТВ. Как тебя зовут? Вероника. Вероника. А вас? Екатерина Алексеевна. Вы воспитатель, да, Вероники? Вероник, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Семь. Семь лет. Мы сейчас находимся на вашей территории. Что у тебя здесь? Какие любимые места? Чем ты любишь заниматься? Я люблю в пратки играть, в догонялки. И это все происходит, наверное, вот здесь, да? Да. Я прачу за той горой. Вот за той горой. А ты знаешь, что в этой горе? Ну, там дверька есть, и там вся картошка хранится. Понятно. Это стратегически важный объект для всех, да, в центре. Как вы вообще здесь живете? Нормально. Ну, мы с тобой поближе познакомимся. Ты нам обещаешь провести экскурсию по своим любимым местам, хорошо? Да. Мы хотим с тобой познакомиться получше. И вообще, ты знаешь, для чего мы сюда приехали? Для чего? Для чего? Чтобы маму найти. Да. Ты хочешь? Да. Тогда мы тебе пожелаем этого. И будем стараться познакомить с тобой твою будущую маму или будущих родителей, да, маму и папу поближе, чтобы они тебя нашли, увидели, полюбили и к себе быстренько забрали. Договорились? Ну и все. Как видите, Вероника общительная девочка. Очень быстро идет на контакт не только с детьми, но и взрослыми. Меня она почти сразу вовлекла в одну из своих любимых игр – прятки. Мы первонаперво идем куда? К горе. К горе пойдем? О, так я с удовольствием. Если там всякие запасы, то есть прятаться будем с тобой. Да. Ну давай, раз, два, три, разбегаемся, да? Я Галей буду. Да? То есть ты меня ищешь? Да. Ну хорошо, тогда закрывай глаза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, восемь, девять, десять. Я иду сюда, но сиями виноват. То есть нашла, ты меня нашла. Это знаешь, как в мультфильме про Машу? Нашла, нашла, я тебя нашла. То есть сейчас я Галя. Я Галю, да? Ну давай, спускайся. Осторожней только. Вот у этого, точно Я считаю до пяти Не могу до десяти Раз, два, три, четыре, пять Я иду тебя искать Кто не спрятался, я не виновата Мы искали Она сама показалась Выбежали То есть это у вас такая стратегия уже разработанная Вы забираетесь на самую верхнюю точку этой горы И тогда становится видно, где человек прячется, да? Да Мы? Высоко Мы высоко, мы цари горы Мы решили, что мы цари горы Здесь видно всю площадку Что еще ты здесь любишь делать? Давай, показывай Помните героиню-писательницы Астрид Лингрен Пеппи Длинный Чулок? Вероника мне ее очень напомнила Мне кажется, они похожи как внешне, так и внутренне Ну а если не помните, то срочно перечитайте книгу и поймете, что я права Вероника к нам поступила в августе месяце До этого она была в лагере с нашими детьми Ребенок очень активный Активно идет на контакт со взрослыми, с детьми Очень любит играть в подвижные игры Это ее основное, наверное, занятие и вид деятельности Сейчас она стала посещать бассейн В бассейне нравится ей очень ездить Она прям ждет субботы, когда они поедут в бассейн Да, Вероника очень подвижная девочка Она любит играть в прятки Собирает возле себя круг детей Она даже может организовать игру Если раньше ей было очень тяжело, когда она приехала с ребятами в лице Они как-то маленько ее не брали То сейчас они с удовольствием берут ее в игру с собой вместе И она с детьми играет, да? Хорошо, любит, любит гулять Любит руководить На гулянии? Ну иногда бываем гуляем Иногда не гуляем Как зависит все домашнее задание у нас И кружков, которые у нас непосредственно в самом центре помощи детям День воспитанников центра помощи расписан И надо сказать, расписание это довольно плотное Оно включает в себя повседневные обычные дела Школу, занятия со специалистами Среди которых психологи и дефектологи И различные кружки и секции У Вероники одно из любимых мест Это кабинет, где дети занимаются рукоделием Ей очень нравится делать красивые вещи своими руками Одна из последних работ – подарок на день рождения Деду Морозу Это Дед Мороз Маленький, нерожденный Совсем молоденький, да? Покажи, как ты делаешь, из чего? Вот, беру Ну, сейчас я разделу Беру вот такую вот салфетку Закручиваю вот так Потом вот так, вот так Вот так Вот так И получается вот такой шар Потом мы с ним что делаем? Потом мы его клеим Клеите И вот так вот заделываете Конечно же Если клей остается, остается либо на стол Берите этот же царь и вытирайте И клейте Бывает, что во время работы Вероника поет Так и творит легче и другим веселее Вот и мы удостоились нескольких куплетов про бабушку Когда приходит бабушка, любимая моя Ее встречает весь рождливая семья Я прыгаю от радости, что бабушка пришла Она уже разладость с собой принесла Бабушки, бабушки, я шепну на ушко Ты моя самая лучшая подружка В этом году Вероника пошла в школу Учеба дается непосредственно Ни по седе, ни легко Не хватает ей усидчивости, прилежания, серьезности А иногда и воспитания Особенно плохо дело обстоит с письменными дисциплинами В тетрадях у первоклашки не всегда чисто Это как в том мультике, помните? Чистописание хорошее, но оно хромает Педагоги уверены, что это временные трудности При должном контроле и усердной работе Ситуация может измениться в лучшую сторону Каждый день Вероника ходит на занятия с дефектологом Мы поприсутствовали на одном из них Вероника у нас самая такая позитивная Хорошая, умная девочка Она такая веселая Если вот приходит на занятия Всегда у нее такое настроение Что уже готова к занятию Она очень любит у нас заниматься Интерес к математике Любит писать Конечно, она уже умеет у нас читать Но по слогам, но все равно уже читает Очень хорошо она занимается Считает до 20 Начинает решать уже примеры В пределах до 10 Хорошо знает на времена года Показываем Она рассказывает, какое время года Сейчас какой месяц, например Показывает у нас по сюжетным картинкам Знает гласные звуки Показывает, все время вспоминает Она на первоклассе Самая такая веселая девочка С удовольствием пришла с школы Заходит в кабинет и начинает рассказывать Сегодня вот так Я получила, например, такую оценку Что мне сказали Что мне задавали Анна Максимовна Давайте быстренько-быстренько будем писать Читать Помогите мне, пожалуйста, всегда Волшебное слово всегда употребляет Помогите, пожалуйста Она знает Ну что, давай немножко покажем Что мы с тобой, Вероничка, покажем Давай будем сейчас немножко почитаем Потом по математике Потом будем гласные звуки Хорошо? Давай будем читать Мы здесь и читаем сами И можем еще писать Вот одно время читаем И потом читаем писать Давай будем читать, Вероничка Моя умничка У нас первое слово Шар Вот здесь потом Давай Лиса Гриб Умничка, молодец Разные карточки у нас Веронка Молодец Радика Умничка По слогам читай Потом полностью уже слово Самолет Самолет Молодец, Вероничка Давай еще одну карточку мы с тобой Субтитры сделал DimaTorzok После занятия Вероника продолжила для нас экскурсию Которая началась еще на улице Она показала, как живет в центре Оказывается, Вероника, где у тебя твоя кровать? Вот моя кровать Твоя кровать Ты сама ее заправляешь? Да А что еще сама делаешь? Что умеешь? Все, наверное, умеешь И одеваешься Да Это Катя на кровати Это Валя на кровати Понятно Вы здесь втроем Три девицы Да Они всегда с игрушками спят А я без игрушек Ты без игрушек? Не скучно тебе без игрушек? Нет Просто им страшно с ним сняться А тебе нет? Ты позитивная девчонка? Всегда, да? Свободного времени сейчас у Вероники стало меньше Учеба, уроки, занятия Занимают его большую часть Но все-таки девочка выкраивает минутки И на свои увлечения Она собирает активное лего с мальчишками на пару Так они мне не дают Да, но играть ты с ними все равно играешь Нет Так Телевизор Вот еще Вот да, собирает Вот я строю О, вот это да Вот машина А, это гармаш Подковка такая классная Вот гармаш А вот у тебя дверки, да, ты сделала? Да Для людей Получается Она помощница? Да, Вероника на самом деле очень хорошо помогает У нас в генеральную уборку она активно протирает пыль Поливает цветочки Она взаимодействует с другими ребятами Очень, да И достаточно хорошо она схватывает то, что ему, чему ее учат К примеру, да, в последний раз мы с тобой чему учились на кухне подметать Пол Хорошо подметает После каждого приема пищи она подмела и достаточно быстро схватила на этот навык Вещи с собой, да? Вещи, да Вероника очень сильно любит переодеваться в течение всего дня Она у нас своего рода модница такая И если за ней не усмотреть, она очень много раз за день переоденется Да Утром, когда собираемся в школу, на свою юбку школьную, она говорит по-модному, что это юбка-карандаш у нее Так что за модой она у нас следит Я так делаю Юбка-карандаш Карандаш Она ориентирована на семью Да, на самом деле, Вероника, да, хочет у нас очень, чтобы ее нашла мама Папа спрашивает об этом частенько, когда за ней придут Какой папа? Мама Мама, папа Какая мама, папа? За тобой Хочешь, чтобы тебе мама, папа нашли? Да Найдут Вероника, наша передача называется «Синяя птица» Синяя птица – это птица счастья, и мы хотим, чтобы она принесла тебе счастье, чтобы исполнила твою самую главную мечту У нас есть замечательный партнер Багетная мастерская и магазин рукоделия «Островок» И они для каждого нашего героя сделали вот такую маленькую синюю птицу счастья Он из настоящего натурального камня И он обязательно исполнит твою самую главную, заветную мечту Это брелочек Ты можешь его повесить куда-нибудь Даже на пухлее Теперь это твоя синяя птичка Синяя птица Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми Действуйте! А если вам понравилась героиня нашей сегодняшней программы Звоните в отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения По телефону 3-64-64 До свидания! Партнер программы «Синяя птица» – магазин «Островок» Город Копейск, улица Сутягина, 2 Телефон 8-951-4351 Телефон 8-56-55-77 Телефон 9-5-7501-7-